Поговорим с Владимиром Золкиным, аналитиком-фрилансером, координатором проекта МВД Украины «Ищи своих». Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Доброе утро. Вот такая вот история про жалобы. Их, очевидно, пишут мамы, жены солдат, которых они ищут в Украине. О чем она говорит? Почему это только жалобы, но не какое-то дальше движение? Ни протесты, ни митинги под теми самыми военкоматами. Почему так происходит все? Знаете, я послушал три минуты вашего эфира. Вы сделали великолепную подводку к нашему с вами сегодняшнему разговору, в которой, в принципе, уже дали ответы на все вопросы. И прекрасная аналогия про собачек. Знаете, не хотелось бы никого обижать и оскорблять, но, тем не менее, из общения с ними я понимаю, что они не мыслят. То есть не нужно пытаться воспринимать их мышление, как вот мы привыкли воспринимать человеческое мышление в принципе. Они не будут анализировать, они не будут сопоставлять факты, они не будут делать вообще ничего. И они привыкли, их действительно загнали в это рабство. И это действительно зомби-рабы. То есть они так живут. Я общаюсь же не только со славянской внешностью, россиянами. Я общаюсь с россиянами, которые сами говорят мне, я не русский, я мариец, я дагестанец, я там бурят и так далее, и так далее. 160 народов живет в России. И в последнее время я каждого у них спрашиваю, слушайте, ну у вас же самодостаточный регион. Вы не хотели бы уйти из-под этого рабства? И все они признают, что Россия их доит банально, да? И все они мне отвечают одну и ту же вещь. Прямо действительно как будто бы по шаблону. Нас так просто не отпустят, потому что у нас богатый регион. Смысл не в том, что богатый регион. Смысл в том, что у них даже мысли нет о том, что за свободу нужно бороться. Они думают, отпустят их или не отпустят. Понимая, что их не отпустят, они понимают, что дополнительные какие-то действия здесь бессмысленны. И вот мы работаем как раз с тем моментом, на который, последним моментом, на который можно, через который можно хоть как-то что-то донести. Это эмоции и чувства, которые у них еще остались. Материнские чувства, отцовские чувства, чувства братьев, чувства детей их, жен их, да? Когда можно через эти чувства и через понимание того, что этот человек уже попал сюда и что действительно произошло, из его слов можно им что-то донести. И вот подобные элементы, они вот уже не могут не работать даже на зомби-рабов. И да, действительно, это вызывает определенную реакцию. Да, действительно, ну не только это, конечно, а вообще все в совокупности вызывает соответствующую реакцию. И да, они пишут жалобы, да, они начинают добиваться. И так далее, и так далее. Я скажу, что мы делаем еще недостаточно. Мы могли бы делать гораздо больше. Гораздо больше, если бы не некоторые бюрократические нюансы, которые у нас присутствуют. Но это отдельная тема. Здесь вопрос в том, что они пишут, что они делают, и ждать ли протестов. Нет, протестов не ждать, ребята. Извините, не могу вас ничем обрадовать. Только на локальном уровне то, что они делают через свои эмоции и чувства, когда идут, пишут эти жалобы и выясняют отношения с военно-начальниками и всеми прочими, вот это вот, вот так вот оно и будет работать. Масштабного протеста я бы не ждал в России. Владимир, вот мы все видели ваше вот эти вот интервью, которые вы берете с российскими военнопленными. Они звонят своим родственникам, мамам, женам, и очень часто, вот вы сказали про эмоции, разговор, мягко говоря, удивляет, потому что вот с той стороны мамы, жены, отцы, они как-то очень странно реагируют. Они или не понимают всей серьезности ситуации, или они должны так реагировать, чтобы там сын или муж ничего лишнего не сказал. Но какие-то вот такие достаточно странные вот для нас, для украинских людей нету там сочувствия, переживания, там редко плачут. Как вы думаете, почему так? Может быть финансово? Потому что у зомби-рабства, о котором я говорю, у него есть левелы свои, ступенечки. Да? И есть абсолютно уже полностью зазомбированные. Ну таких, наверное, процентов 30-40 из тех, с кем я поговорил. То есть абсолютно зазомбированные. Ты можешь говорить все, что угодно. Ты можешь карту показывать, что ваш сын вторгся на территорию Украины, на танки, везюм. Ни о какой защите ЛДНР, так называемых, здесь речи идти не может. Ты можешь вообще любые факты приводить, самые простейшие. Они уже этого не воспринимают. Все. Ребят, это конченые люди. Ну, я прямо говорю, забудьте, да? Это 30-40 процентов. Еще 30, примерно там, процентов, это колеблющиеся. Это те, с кем можно говорить. Это те, кому можно проронить вот это вот зерно рациональности или разумного сомнения, по крайней мере. Ну и еще процентов 20-30, это люди, которые, в принципе, выражают нормальные эмоции. То есть есть и такие же, ну давайте будем говорить, в общем, да, и со всех сторон. Есть и такие. Так вот, наша работа направлена на относительно нормальных людей в России, на тех, которые сомневаются, тех, которым можно еще что-то донести, и на таких же, как они, которые это смотрят. А есть часть россиян, и довольно большая часть, я говорю, 30-40, может быть больше, процентов, до которых уже никто и никогда ничего не донесет. То есть я сомневаюсь, что их можно вылечить даже в психиатрической клинике. Владимир, а вот вы общаетесь с этими пленными, когда вы их расспрашиваете, когда они, наконец, понимают, что на самом деле это не война против нацистов? То есть они вообще раскаиваются ли? Или это просто вот такие вот отговорки, да, действительно, да, там, я осознаю? Вот, хотя понимают ли они, что действительно можно было иначе? Можно было там не воевать? Можно было, да, можно было как-то вот по-другому. Слушайте, тут вопрос в том, верить вообще в эти все истории или же не верить? Ну, я прекрасно понимаю, что часть этих историй, они надумывают, додумывают что-то, они упускают что-то, о чем-то они пытаются не говорить, как в случае с тем же Шашемариным. Он, в принципе, рассказал правдивую историю, да, которая согласовалась в результате. Со всеми остальными данными упустил один маленький эпизод, когда он стрелял в мирного человека. Вот приблизительно так же и нужно рассматривать все остальные разговоры, и из этого нужно приходить к выводу, насколько они раскаиваются, они не раскаиваются. Тут опять-таки часть, да, действительно искренне раскаивается. Но смысл в том, что все они, все они поняли, что их обманули. А обманули 99,9%. 99,9% из них не понимали, что происходит. И сейчас уже мы общаемся, когда прошла эта первая волна, которых якобы на учения отправляли, которых месяц под Белоруссию или два месяца под Белоруссию катали просто взад-вперед, без средств связи, чтобы они не понимали, что происходит. Вот эта вот первая волна уже прошла, да, и пошла новая волна людей по найму. Люди, которые нанимаются через Авито, через какие-то там их личные сайты, через сообщество ВКонтакте и так далее. Эти люди подписывают договора, даже не контракты, а договора. Это и есть те самые представители тех самых ЧВК, да, частных военных компаний, которые в России обобщенно называют, ну, мы привыкли уже называть вагнеровцы, да. Они прописываются под какие-то определенные фирмы, компании-прокладки. Эти компании-прокладки нанимают их якобы для охранных целей, и в контракте, в договоре, точнее, у них прописывается именно охранная цель. А когда их привозят в Украину, и это абсолютно реальные истории, им говорят, вот твой автомат, и ты идешь и делаешь то, что мы тебе говорим. А если нет, то вот контейнер, там у них контейнеры есть специальные, в которых они их сначала бьют, а потом могут расстрелять, просто если они не будут делать то, что им говорят. Как вы думаете, насколько серьезная мотивация у таких людей воевать? Да ее нет, она отсутствует. Мотивация первая – это заработать деньги, да, 53 или 54 доллара в день им сейчас обещают за войну. Плюс обман, да, это все сопровождается обманом. Потом второй момент, когда они приезжают и видят, как на самом деле, и уже не очень хотят этих 53 или 54 доллара в день. Ну и это все заканчивается тем, что мы имеем в качестве врага сбор бомжей, каких-то непонятных людей, которые просто поехали за деньги, думали они, что будут убивать, не думали они, что будут убивать. Это задача больше следственных органов и полиграфологов. Это выяснить. Редко мне удается это выяснить просто в обыкновенном добровольном общении. Но при этом, при всем, как и в случае с митингами, да, вроде бы мы имеем такого демотивированного врага, но с другой стороны их слишком много. Их все равно слишком много. Ну так уж случилось, что противостоит нам такой 140-миллионный монстр. Да, и они этих бомжей будут продолжать находить и будут продолжать сюда отправлять. И то же самое в случае с митингами, да, нам удается зацепить что-то, донести, но глобальных митингов я бы не ждал, потому что это народ или там население, которое, ну как минимум на 50%, ну 40-50% состоит из зомби. Просто чистых зомби. Да, Владимир, а вот, кстати, как раз вы говорили вот о первой части, которая, первой партии, которая была на учениях. Да, вот постоянно, кстати, вот мы запомнили, что у них, как по методичке, всегда отговорка, что вот я был на учениях. Были ли те, кто говорили что-то другое вообще? Или это у них вот... Да, конечно. Были, были, были случаи. Понимаете, я вам объясню, насколько я понимаю эту ситуацию. Действительно, общую массу выгнали под кордон с Белоруссией и действительно их там два месяца возили взад-вперед, отрезав их от средств коммуникации, для того, чтобы они не понимали, что делают. Они даже обращения Путина с 23-го на 24-е не слышали, понимаете? Ну, реально не понимали, что... Ну, это общая масса. Были отдельные части. Мы разговаривали с кадровиком, с офицером из чеченской части. Ну, это не кадыровцы, так называемые, да? Это просто часть в Чечне. И, как оказывается, в этой части они все знали не только после обращения Путина, но и за 4-5 дней до этого обращения знали все. И многие из них писали отказы от поездки в Украину. Вот это вот то, что он нам сообщает. То есть здесь нет определенного шаблона единого на всех. Да, общую массу они думали, что их погнали на учение. Но были и те, которые прекрасно знали, что будет происходить. Это те, которые оставались в частях. Это те, которых потом уже, да, вот собрали и отправили из частей, не из учений. Вот те, скорее всего, все знали. Плюс, правильно я понимаю, когда военный попадает в плен, он может, ну, там, правду от лжи отличить еще нужно. Они имеют право говорить все, что угодно, лишь бы там сохранить свою жизнь и ввести в заблуждение оппонентов и все остальное. Скажите, Владимир, как вы думаете, вот финансовый вопрос, насколько важен он для мотивации российского солдата и для мотивации людей, которые ждут его в России? Для матерей, которые вот не плачут за своими сыновьями. Слушайте, ну, смотрите, мать, может, они, я общаюсь с людьми, которые, например, живут в Краснодарском крае, который стоит на газовой трубе. И, как оказывается, мы общаемся с этими матерями, бабушками, дедушками, я не знаю. Люди эти сидят на газовой трубе, у них частные дома на газовой трубе, но у них нет газа. Он им не подведен. Или же отрезан за неуплату. Страна, которая воюет, да торгует и воюет и торгует на весь мир газом, да, не может обеспечить свое население, которое живет на этой трубе, элементарно газификацией. И этот народ это не волнует, это все нормально, их это устраивает. Именно поэтому они прозревают с наших сел, в которых есть газ, есть дороги, есть интернет, нормальные заборчики, огородики, покрашенные побеленные домики, аккуратненькие. А им это дико, они к этому не привыкли. И тут то же самое, что вы вот задаете вопрос, тут надо всегда обращаться к тому, с какими людьми мы имеем вообще дело. Это люди, которые вот привыкли к вот этому рабству, и вот так вот они живут. И от этого нужно плясать, и вот это вот нужно понимать. То есть вот финансовый вопрос, это единственное, благодаря чему еще вот Россия набирает новых солдат, потому что мы знаем, что... Их специально загнали, да. Их специально загнали, всю страну специально загнали под финансовое рабство безнадегу полную. И так, естественно, легче управлять. И есть такой расхожий миф о том, что вот Питер, Москва живут хорошо, а остальные регионы не очень, да. Мы разговариваем с москвичом, у них по видеосвязи сначала разговариваем с его коллегой, потом разговариваем, ну, с коллегой, с братом, а потом разговариваем с ним самим. Оказывается, у них на троих плюс жена еще этого москвича взята ипотека, взята ипотека. 35 тысяч рублей зарабатывает этот москвич, да, а этот зарабатывал 50 тысяч, а жена того зарабатывает 60 тысяч. И вот они втроем, весь смысл их жизни сводится к тому, чтобы выплачивать ипотеку за квартиру и выживать. И он, я говорю, это не исключительный какой-то случай, это нормально для всех москвичей. То есть Москва, она если и живет лучше, то только в плане того, что там может быть инфраструктура сама по себе лучше, дороги и так далее, и так далее. Но сами по себе москвичи это не какие-то богатеи, знаете, их точно так же можно склонить к поездке в Украину за 53 доллара в день. И вот мы вот с таким вот точно вот человеком и общались. Спасибо, Владимир. Очень интересные ответы были. С нами был Владимир Золкин, аналитик-фрилансер, координатор проекта МВД «Ищи своих».